Всем доброго времени суток, меня зовут Vanguard, продолжаем играть в Magical Despair. Прошлая серия была довольно-таки насыщенной, мы потеряли ещё нескольких персонажей, причём, что интересно, персонажей, которых вроде бы начали раскрывать. Поэтому теперь тоже невольно хочется верить довольно популярную в комментариях теорию с тем, что Вастин может перематывать время, или кто-нибудь может перематывать время, может он само перематывается. В принципе, много действительно к этому всяких контекстуальных подсказок. Хотя, конечно, такой сюжетный тест немножко избитый, возможно, не уверен, что не прямо привлекает. Но посмотрим, что будет, да и будет ли вообще. Вообще, также нам теперь никто не верит, ну и можно понять. В принципе, топор у нас настолько впечатляющий, что, конечно, каждый понимает, что трудно держаться от желания им помахать. А ведь ещё и убили всех холодным оружием. Нам нужно искать нашего главного подозревателя, скажем так, перфа. Где он может быть? О, господи, а вот кажется и он. Так погодите-ка, это что такое? Вы с муцу хотите всех убить? Блин, перф стал плохим полицейским, он просто ходит и попускает всех. А где милый мальчик из первых серий? Он просто, блин, этим нефритовым жезлом всех подчиняет своей воле, так сказать. Ладно, теперь серьёзно. Вы с муцу хотите всех убить? Я не говорю за муцукома, но я сказал тебе только правду. Муцукума, точнее. Ты знаешь, что я прав. Мне всё равно, правда это или нет. Ты пытаешься разрушить наш круг друзей из-за своего злого сердца. Блин, понятно теперь, почему он стал так крутым. Что его ведёт сила дружбы? По глубине души ты понимаешь, что ты не должен так поступать, верно? Понимаешь ведь? Может быть да, а может и нет. О, здорово. Ой, привет у вас. Что-то случилось? Свободная рейпочта закончилась. Давай вернёмся обратно. Изанна там живь ещё, или его? Ну его штука вроде просто оглушает. Что-то такое натворю, что Перв так расстроен. Подскажи мне, ты что, мазохист? Не стану этого отрицать. Но это многое объясняет. Блин, он уже успел под половиной команды полежать. Ну как? Под самыми лучшими, так сказать. Я думаю, на этом он не остановится. Это действительно не так серьёзно. Перв просто слишком заботится о порядке вещей. У нас последний час свободного времени. Сейчас я должен собраться. Пойдём к ним. Клэм, подозрительный ты всё же, парня. Кстати, седьмой час пошёл, это последний час. И всё, начнётся. Главное месилово, главное разбирательство. Главное голосование. Можно даже... Нет, мы не пройдём за сегодня игру, я думаю. Точнее, первый эпизод. Но, скорее всего, до этого голосования, до этого местного суда, так сказать, добраться, думаю, есть шанс. Ну что, в кафешке, можете, собрались? Мучили как отличное место для сбора. Это не очень хорошо. Ну, гласикава, как всегда. Он всё время говорит, что всё плохо, но никаких путей решения не предлагает. Мне что, приятно самой думать? Уже идёшь вверх голосовать. Все злонобаны. Сокоши не будут голосовать, но я чувствую, что я первый пойду под нож. Но они не изменились. Это был плохой ход. Ты слишком беззаботна. Раз ты не видишь, вижу, что... О май! У меня, конечно, довольно мощные ноги. Не хочу потом утопнуть сомнений, так что я продолжу и скажу, что я думаю. Хотя, честно говоря, мне кажется, что-то они как будто странно нарисованы. Немного. Верхняя половина, ну ладно. Эксперты по ногам, если есть, среди зрителей можете сообщить, что там как нарисовано. Ты, Изала, главный подозреваемый, в том, что вы можете деть монстра в этом раунде. Ну ладно, я, Изана, то что делал. Он просто загадочно стоял по углам, хотя этого уже достаточно порой. Что это значит? Это значит, что Изала сказал всем, что он использовал свой навык? Кто-то подтвердил, что монстр... Ах ты сука! Ой, простите. Ах ты тварь! Ах ты ублюдок! Ах ты живот! Ты что наделал? Мы же вроде обо всем договорились. Блин, надо было... Плохо мы ведь на нем полежали. Надо было еще и топор немножечко поиспользовать. Видимо, он остался неудовлетворен и решил нам так мелочно отомстить. В общем, понятно. Все понятно. Тут уже типичный, да, мафиозный, так сказать, разноцвет. Если один говорит, что другой плохой, то, скорее всего, кто-то из них двоих и правда плохой. Ну, конечно, могут и другие варианты, и что бы хорошего, плохие, но... Продище, так сказать. Поднять со стола сразу обоих. В любом случае. Поскольку из них других явных претендентов, выберут либо тебя, либо Изао. А может, тебя выберем? Вот. Лично тебе будет связаться, какого-то действительно опасного, вроде Ревери. Звучит разумно. Но считаешь, что он творит все, что говорит ему в голову? Скорее всего, не монстры. Я тоже так думаю. На этом все. Ну, зашибись. И что мне делать? Греттон, что мне делать? Тоже считаешь меня монстром? Это совсем не весело. У него лишь нечего сказать. Гигеносы, хоть ты-то. Гигеносы тоже. Ты уже решил, скажешь, голосовать? Я решил, но я тебе не скажу. Блин, я бы за него проголосовал. Мне вообще бы что-то дико не нравится у него. Такая ухмылочка, будто он в любой момент готов предложить мне пожевать дерьма. И, скорее всего, он, блин, его где-нибудь припас в своем докреты. Ну что, ребята, вы будете... Давайте все, собираться, попускаться. Что ты пытаешься выкинуть из зала? Хватит распространять ложь. Когда это я врал? Единственный лжец здесь, это ты? Ты опять врешь! Блин, Вася, мне шутка разлилась. Но он дал мне ответы на вещи, которые я никогда никому не говорила. Это какие? Надо четко определить, когда кто-то лжет. А, я понял, что я имею в виду. Так что у него явность наук определения лжи. Из зала. У него какой-то вроде на мне свой навык. Это что за битва титанов? Вообще, я не знаю, что Мирония думает, что... Может, из зала тоже может лгать. Его-то никто не проверял. Хотя, честно говоря, Мирония кажется очень подозрительной. Скорее всего, она как раз будет топить, да, за из зала? Чтобы еще больше раскол усилить на судно. Или то, что, скорее всего, она-то и есть. Самый главный убийца. Самый главный монстр. Из зала, не мог бы ты порвать на мне свой навык. Конечно. Я срочу эту монету. Пробую идти в кой руке, я ее спрятал. Хорошо. Отвечай нет на все мои вопросы. Монета в правой руке? Нет. В левой руке? Нет. Она вообще не у тебя в руках. Бинго. Ну, сложно я видел, когда ты спрятал монету. Я знал вопросы, на которые знаешь только ты. Как еще то, чтобы я спросил твой возраст? Ты говорила кому-либо? Нет. Я не думаю, что можешь меня, так что... 18. Погодите, а ему тогда сколько? Если 18 старше его. Чисто каких-то школьников притащили, блин, с монстрами сражаться. Ну, чем еще заниматься в 10 классе? АГ кончилось, а АГ не началось. Нет. 19. Нет. 20. Нет. Хорошо, тебе 20. Он прав? Да. Изала говорил правду. Верно. Мне казалось, как работает мой навык. Ты довольна? Твой намек действительно может обнаружить ложь, но откуда нам, значит, что ты не лжешь? Какая мне от этого польза? Ну, я даже не знаю, может, потому что мы играем в игру, где... Два участника скрывают из себя правду? Меня тоже подозревают, тем не менее, рассказал всем правду о тебе. Ну, блин, если его подозревают, то вполне логично, чтобы в кого-то еще топить. Чтобы хоть как-то, хоть часть игроков себя снять. Разве я не добрый? Ты сейчас серьезно? Блин, думаю, мы с ним вроде уже реально покинтовали, что он будет на нашей стороне даже. Он прямо местный, ну, знаете, типичный такой соперник, да, во всяких данных гандронках там. В общем-то, кто будет нам понемножку гадить. А потом еще и большую кучу сверху навалит. У вас не тратится дыхание зря. Глассикал ушел. Уже еще решили голосовать. Давай отложим оружие и перестанем ссориться. Все взволнованы. Мне кажется, ли кого-то не хватает, а? Три, пять. А, нет, вроде... Хотя нет, все на месте. Три, шесть, семь, восемь. Девять. Глассикал десятый. Нет, все равно кого-то не хватает, по-моему. Или я уже поехал. А, Баракура и Ревери нет. Ну да, его уже кто-то должен охранять. Я терпеть не могу из залу. Хочет, сдохнуть или что-то в этом роде. Он же признался, что он мазахист. Может быть, он, так сказать, как бы ультимативный. Я собираюсь ударить, и он настолько мазахист, что, наверное, ему это понравится. У тебя есть на предвидение, Глассикал? Ты не предвидела эту ситуацию? Ну, никогда не знаешь, что окажется мазахистом. Даже мой навык не помогает. Я уже сказал вначале, иди уж тебя уберут на голосовании. Но я не буду не заметить, что в какой-то причине, в будущем, которое я видел, ты стала опасаться меня, и я ходила везде одна. Так она и тут опасается тебя, и ходит везде одна, разве нет? Ничего не поменялось? Тогда ты поняла, что никто тебе не доверяет. И во всём этом я говорил ранее. Я просто предположил, что ты устроил какие-то проблемы в то время. Я только сейчас узнал, что причина всего этого была из зала. Я бы не узнал об этом, если бы наявил не сказал мне, и проблема бы осталась. Так мы ничего не можем сделать. Ситуация выглядит не очень хорошо. Я не уверен, выберут ли на голосовании залу или тебя. Но голос разделится, и будет выбран кто-то один. Я же популярнее из зала, правда? Имею в виду, возможно. Я почти уверен, что да, но трудно сказать. Без разницы, время идти. Быть может, только боги знают, что ждёт впереди. Такие моменты действительно просыпаются в веру высшей силы. Вас. Я не могу вынести мысли о том, что тебя убьёт кто-то другой. Но я ненавижу мысли смерти. Однако спасибо, что присматриваешь за мной. Блин, это был... Он уже говорил где-то, что он хочет убить нас лично. Просто кто-то другой, то есть он сам хочет. Но это ещё надо заслуживать вовремя голосования. Так, я воздержусь, пожалуй, пока что. Экран голосования отображается на каждом из ваших устройств. Пожалуйста, верите кандидат, отличайте в конкурсе, дайте свой голос. Противенец на итог наберёт наибольшее количество голосов. Блин, я буду в тусовщик отопить, но это моя личная неприязнь. Да, скорее всего, так не хватит голосов, что заголосать из зала или ещё кого-нибудь. Но я сделаю то, что просит моя душа. О, два голоса каждый имеет. Вы не можете голосовать за одного человека дважды? Ну всё, Мурухома точно свой голос получит. Можете проголосовать за умершего? Ого, вот это интересно. Если никто не проголосует за жёвого человека, претендент будет выбран случайным образом. В случае ничья все игроки с претендентами. Представят голосами будут объявлены всем. Личность претендента, ведьма или монстра будет объявлена всем. Слушайте, если все игроки с претендентом, то раз нелогичнее сделать супер ничьи, чтобы сразу всех раскрыли им. После этого устроим большую королевскую битву и по домам. Я гений или что? Так, если не сеть травм в кламму леурии голосами, то эти дети выбраны претендентом. Первым голосом не должен быть. О, эй, вот он. Не думаю, что мои жалкие два голоса изменят результаты. Но блин, два голоса это не так уж и мало. В любом случае ты составляешь. Ну, грубо говоря, почти 10%. А то вообще масса голосов. Не знаю, мне бесит, а то я проголосую за него. Второй голос я дам случайно и образом основан со своей интуицией. Блин, я так же действую. Ну, конечно, она вообще гений мысли. Этот меня бесит, а второй голос на похер вообще. Все равно ничего не победять. Блин, хоть бы с умным голосикалом проголосовали. Куда же голосовать? Человек один. Так, а это что, у меня подписано, что я человек? Так, Азумана и Зала. А может за мертвого проголосовать? Ну, блин, я сказал, что я это сделал. Я должен это сделать. Так, никаких неучтенных персонажей вроде нет. Кстати, Муцоков же еще и в паре с Залой. Так что. Сразу обоих под нож. Ладно, и Залу проголосуем, раз уж вас попросил. Ну, думаю, это путь к провалу. Я думаю, мы меня заголосовали и все. Пошло время огласить результаты голосования. Так, ну-ка. Блин, 7 голосов за меня. То есть за меня проголосовало, получается, 7 человек из 11. Блин, за Муцоков много человек проголосовало. Знал в кого-то пить, но не хватило. Глассикало тоже много и за Ревери 2. Я думаю, за Ревери Нереневил проголосовало. Ну и может быть Греттон, как ее верный слуга, тоже все-таки вкинул голосочек. Ну, смотрите, блин, ну тут типичная ситуация, как в таких играх, где кажется, что выбор есть, но выбора нет. То есть я бы все равно не смог два голоса дать за ИЗАУ, а так, не считая моих голосов, то есть всех остальных как минимум на два голоса меньше. То есть меня попускают в любом случае. Вот, за Мертвых, кстати, заметьте, никто не голосовал. То есть никто этому пункту не придал большого значения. Вот. Ну, интересно, конечно, что Муцоков набрал много голосов, я вообще этого не ожидал. Ладно. Властин был выбран претендентом. Настоящая личность Властин – ведьма. Пожалуйста, врыдьте в комнату битвы. Неважно. Я могу постоять за себя. Что-то не очень понимаю, если это смысл всего этого. То есть, ладно, мы узнали, что я ведьма, а зачем нам тогда драться? Мы же будем драться друг с другом, но в чем смысл? Это же вообще никакой пользы нам не несет. Или буду сражаться с кем-то еще. Ты искренне спокойно сейчас? Или ты притворяешься? Тереться разиться со всеми ведьмами здесь. Так в чем смысл-то этого, если все раскрыли, что я ведьма? Мы же просто ослабляем наши силы. Это вообще какой-то дебилизм, извините. Мы ведь монстров побеждать, или просто поразвечься? Ты сильно веришь, что сможешь убить всех нас? Ты хочешь сказать, что я слабая? Что я проиграю? Да. Ты не сможешь выиграть. Ты умрешь с каким-то паром-то. Жаль, тебя расстраивает, ты ничего не можешь изменить. Прими свою судьбу. Гласикал. Вот свои песочные часики переверну сейчас. Я полагаю, что раз ты любят тебе голосовать, не было против правил. Да, верно. Глас. О, может быть он сам атакует, и станет сам претендентом, но... Блин, я думал, голосование уже закончилось. Блин, я отдельный слот сделаю. Ой-ой-ой. Похоже, минус я. Нашля была ранена в бою. У меня были сломаны ребра и чуть не оторвало руку. Как можете себе представить, боль была довольно сильной. Ну, наверное, я чуть больнее, чем когда укусил комарик. Но я была настолько гружна в бой, что я могла двигаться так, как должна. Только после того, как я выиграла битву, и все успокоилось, я ощутила всю боль. Но эта боль превосходила все, что я когда-либо чувствовала. Кажется, что мои конечность я не имели, и я... Я чувствую себя такой сонный. А почему? Что происходит? Это было предсказуемо. Что бы ни случилось, я никогда не позволю кому-нибудь причинить тебе вред. Это может разочаровать, но я не могу исполнить твои желания. Ты практически ничего не боишься и не понимаешь всей тяжести происходящего. Я предупреждал тебя, даже показал тебе твое будущее. То есть это было для того, чтобы ты не умерла и начала мне доверять. Но почему ты... Ты просто такая... Я не хотел, чтобы летели для тебя, наступило худшее из возможных исходов. Даже где будущее столько раз, я так и не смог его изменить. Ну да, походу, он реально в петле. Хотя я... Тебя... Где твое будущее шло по другому пути? Когда я стрелял тебя в будущем, и ты была убита, я делал все, что мог, чтобы это будущее не сбылось. Все это время, я встречал и терял тебя снова и снова. Ты с тобой немного сон приблинили до предела, ты раздражала меня, игнорируя мои советы, действовала эгоистично. Даже была сильной прямой, как стрела. Мне нравилась дразнячая улыбка, которую ты дарила мне время от времени. Ты не успела считать, и все же, сколько бы раз ты рядал будущее, и твоя судьба никогда не менялась. Я не хочу, чтобы ты умирала. Если продолжить и по этому пути, мое желание никогда не сбудется. Ты навсегда исчезнешь. Я не в силах изменить твое будущее. Я никогда не хотел, чтобы ты была убита кем-то еще, но мы увидели его глаза. Если соблюзнет твой финал, я стану твоим врагом. Так вы будете уверены, что не ошибся. Если это все сон, я хочу скорее проснуться. Как только вернусь в реальный мир, я постараюсь не колебаться. Все, мы вернулись в поезд. Снова начало. Все были правы. Так что, ты можешь использовать предвидение. Где я? Мне показалось, или мы только что были на площади? Кажется, мне только что было видение. Интересно, должно быть, ты видела будущее. Что ты видела? Мне не си чушь. Дай мне вряд за тебя по лицу. Успокойся вас. То, что ты видела, было просто возможным будущим. Я ничего не делал. Пожалуйста, расскажи, что ты видела. И злопоставил меня, если врага ослали за меня. Затем ты хладнокровно убил меня. После этого, я, кажется, видел кучу твоих глупых воспоминаний. Было похоже на что-то очень тяжелое. Видела вещи, которые я уже видел. Я так думаю. Неожидели мне действительно суждено иметь плохой конец? Видела нашу первую встречу, и время, проведенное вместе много раз. Каждый раз либо ты, либо я умираем. Но главный плюс в том, что дарим мне Люфина и про Лили вернуться. А я Азумана. Каждый раз либо ты, либо я умираем. Я выражусь с Катей, что-то тебе проголосовали до сих пор, но не мог найти ответа. Мне одному невозможно извинить твоё будущее. Я думал, что возможно, тебе придётся извинить его самостоятельно, так что я решил позволить тебе увидеть будущее своими глазами. Теперь, когда ты знаешь, что тебя ждёт, ты можешь сделать что-то, чтобы изменить это. Я ненавижу мысль о том, что кто-то убьёт тебя. Запомни мои слова. Я сделаю всё возможное, чтобы повернуть к лицу судьбы. Ах, без обид, но это немного слишком. Я не волнуюсь сколько раз ты встречаешь у меня в будущем. Я встретил тебя только сегодня. Да, я понимаю. Это то, что я чувствую. Всё нормально, если ты ненавидишь меня за это. Я сейчас очень зла на тебя. Параллельно в том, что я злился на тебя из будущего. Я не имею права злиться на тебя настоящим. Думаю, мне просто нужно успокоиться. Я точно не хочу быть убитой, так что я буду на чеку. Ты добрёшься работать вместе, если мы хотим изменить будущее. Да? Блин, это был всего лишь пролог, получается. Говоря о будущем, ты действительно видела, что Изала подставила тебя? Ага, он угол в теме о том, что я злодейка, но я уверена, что именно он здесь плохой парень. Да, скорее всего, он тоже неплохой парень. Просто кипиш навёл. Может, он просто уверен в своих теориях? Да и не думай, что это он. Ну как-то это просто было бы. Конечно, есть навык определения лжи, который подсказывает ему, когда кто-то говорит неправду. Только кто пытался проверить его, ты попал его в ловушку. Он получил доказательства, которые он смог использовать против меня. Как ты думаешь, его навык настоящий? Этого не может быть верно. Я не монстр. Либо он навык определения лжи, фальшивый, или он настоящий, и за вопрос хочет тебя подставить. Но вопрос не в том, реален этот навык или нет. Тот факт, что он хочет твоей смерти, гораздо серьёзнее. Обвинение на самом деле лжи могло быть подозрения, тем не менее, ему всё же удалось добиться того, чтобы большинство проголосовало за тебя. Ты сделала что-то, что вызвало у него плохие чувства? Только такова в ответ, когда он направил на меня пистолет. Но он определённо нацелился на меня первым. Про меня этого мы просто немного поговорили. Мы не так часто пересекались. Все еще есть вероятность, что расстроило, не осознавая этого. В данный момент я думаю, что нужно держать и зал в поле нашего зрения. Мы также должны быть осторожны с остальными, когда будем участвовать в этой игре. Давай будем помнить о будущем, которое мы видели, пытаясь максимально изменить его ход. Можно я врежу разлаки в зале? Он еще ничего не сделал. Возможно, он что-то планирует, но мы даже предварительно, что встретились их в первый раз. Надеюсь, я так будто знаю других раньше, чем они узнают нас. Это вызовет подозрения. Вот и мне нравится вот та часть, в которой теперь они оба знают, что произойдут и могут на это повлиять. Как-то действовать вместе. Вот это интереснее, чем если бы, скажем, один гласикал, только все знал. Рост его слов. А теперь его властенность и там убежденность. Что ж, еще раз, идите со всеми так, как будто вы только что познакомились. Поняла? Да, да. И последняя вещь. О, может, я теперь узнаю, что растет в той комнате, раз уж ресепнули линию. Последняя вещь. Я знаю, что звучит как заезженная пластинка, но никому не рассказываем о моем налоге предвидения. Если мы хотим использовать ее в своих интересах, никто другой не должен знать об этом. Поняла. Уж верить с остальными. Пойдем наверх. Хм, я вот думаю, какую бы картинку стать на прежде спойлерную или не слишком спойлерную первый час. Эй, что ты думаешь, обезали? Это странный вопрос, мы только что встретились. Но мне кажется, что она интереснее, если ты понимаешь, что я имею в виду. Не знаю, по мне эта личность крайне любопытная. Ты чего так смотришь на меня? Мы раньше встречались? Конечно нет. Почему так неохотно пьешь свой кофе? Эх, надо бы пересмотреть их первую встречу, чтобы наиза обратить внимание. Тебе никогда не хотелось есть еду и пить напитки, которые тебе не нравятся? Ты настоящий мазохист. Никогда. Очень жаль, иногда нам еще нравится то, что мы когда-то ненавидели. Эх, может быть, самим собой тоже такое может произойти. Опа, здорово. Монстры сильный тип любят негативные чувства. Если мы всегда будем на взводе, монстры станут только сильнее. А то, чем у тебя даже просто расслабиться, это лучший путь. Что должно случиться сейчас? После этого Азуман нападет на тебя в северном коридоре. Парада, парадаримые харассмены забыли. Это как-то связано с тем, что она хочет омстить за свою сестру. Сестру? Я не помню, чтобы когда-либо встречался с ней. Я так и думал, а должны ли мы избежать в этой ситуации? Нет, если Азуман имеет все-таки намерение, мы не можем просто убежать, как будто это какая-то авария или катастрофа. Набрайся в северный коридор прямо сейчас. Нет, нам все еще нужно разобраться с остальными. Лили, Ревери, Мелефина и Дарим. Все, кто отмечен смертью, потому что нужно с ними поговорить. Азуман, она тоже отмечена. Тебе вообще интересуют остальные? Нет, мне все равно, что с ними произойдет. На самом деле, если они потенциально могут стать нашими врагами, я готов устроить их заранее. С другой стороны, если отказ от них стал причиной твоей смерти, мне бы помочь тебе спасти их. Потом спасем их, а они помогут нам. На голосовании, то, чтобы я помогаю им по доброте душевной. Я просто неохотно делаю это для себя. Как ты думаешь, кто хозяин игры? Понятия не имею. Хозяин старается не выделяться. Вместо этого он будет управлять всем из тени. Понятно. Так, ну если я одно схожу в северный коридор, Азуман отдыхает. Ну а сейчас с ним не видно, если он говорит, держись подальше. Блин, сжалка слова своим, конечно. Поиздевались над ним довольно-таки сильно. Ну, она ждет своего часа. Так, ну что там, дарим Мелефина, может быть, мы сможем с ним Мелефину? А где они? Я еще новичок в таких вещах, но ты, кажется, знаешь свое дело. Мне было немало осторожений с мусороместительного типа, есть что-нибудь, что ты хочешь знать? Что самое важное? Знать, насколько можешь доверять каждому человеку. Если же доверять другим слишком сильно, это может создать тебе жизни. В то же время без команды роты не обойтись. Не доверяй безоговорочно, но и ненавидь безоговорочно. Ха, глубоко. Блин, надо бы другой вопрос задавать. А что ты стала ведьмой? Мелефин не видит людей, которые не воспринимают ничего всерьез. Я не умею лгать, но постараюсь. Я стала ведьмой ради справедливости. Звучит фальшиво. Мне просто не ловко говорить такое, вот и все. Хорошо, допустим, я тебе поверю. Значит, моби и процессы справедливости. Можно даже сказать борцухи. Правильно. А, раз уж мы так похожи, мне интересно, какой у тебя навык? Ложь не отвечать с ней хочешь. Я не знаю, какой у меня навык, поэтому мне просто неинтересно, на что похож твой. Блин, Дарим пошел спасать свою партнершу. Эмили Фин, я не думаю, что тебе стыд говорить ей об этом. Заткнись, Дарим. Хватит носиться ко мне как к новичку. У меня есть навык разрушения. Вызадить мне сделать мое оружие взрывоопасным? Погодите-ка, так может быть это она и стала причиной взрыва, может не повздорили и даже как-то с Даримом? Значит ли это, что Мелефина вызвал тот взрыв, намеренно или случайно? На фето-мое навык длится всего 10 секунд после того, как я его использую. Если я считаю свою навык с метательными ножами, чтобы создавать взрывы, может ли сделать что-нибудь еще взрывоопасным? Много взрывать свою кровь, так как она содержит магию. Жесть, что за маг крови? Так, дайте следу быть осторожней с этим. С кем-ном консистой подставать слишком необдуманно, особенно в таких закрытых пространствах, как эта. Да, я знаю. Но мы попытались. Какие-то еще вопросы? Да, не надо взрывать ничего, пожалуйста. Но дело там начинает проясняться, кстати. Так. Удастся ли спасти нам Лили? Очень интересно. В принципе, про ее судьбу мы все знаем крайне подробно. Что-то здесь, если перед тобой послали восхитительный и очень аппетитный выглядящий торт. Я так понимаю, все-таки имел всегда тот торт, который сейчас за колонной прячется. Держи себя под контролем. Ты права. Сегодня без стартофилии. Поможет ли это? Вы двое не ладите? Может ли я не тьме за это? От этого взгляда у меня мурашки по коже. Тем не менее, я знаю, что это одно и опасно. Поэтому я хочу быть с напарником. Надо даже не поздравлять, что с напарником быть еще опасен. Хотя думаю, она подозревает. Какая же безосходность. Не хочу тебя расстраивать, но от ревери буквально ввеет опасностью. Тебе не стоит оставаться с ним наедине. Какое тебе оружие? Я уже знаю. Смертская винтовка. Мои навыки. Исцеление. О, хиллер в команде. Блин, мы хиллера сразу потеряли. Ну, неудивительно, что все начало торчать по швам после этого. Как что за пати то без хиллера? Это больше отходишь для охраны тыла. Себер был нафередовой таким людям, как я. Тем не менее, теперь я сражаться, когда придет время. Я быть на передовой. Может, торчит на меня с тех, что-то понадобится. Ты права. Дай мне знать, если я могу что-то делать для тебя. Голосование, да? Саму руку, мам. Закините голосочек. Блин, нам надо спасти всех. Мы уже начали к ним подмазываться. Как хорошо. Нам нужно больше союзников. Но, блин, проблема в том, что половина реально какие-то чистые шизы у себя на уме. Вот, блин, вот этот, например. Какую помощь от него можно ждать. Он чисто в своем мире существует. Интересно, есть ли здесь бродящие кошки? Чего ты бродишь? Здесь ничего нет, если тебе интересно. Я не умею стоять на месте или думать головой. Мне же раз загадки. Я могу решить их самостоятельно. Я понятия не имею, что ты хорошо разгадываешь загадки. Начали раз кесты в прошлом году. Мои друзья были одержимы ими. Слушайте, так это делок был в точности. Тут мы ничего не поменяли. Но Гегенос как-то особо себя не проявлял, да? Вот бы Гегенос в нашу сторону. Я чувствую, он может быть серьезным помощником. А, это ты. Ага, это я. Это должно было быть шуткой. Так или иначе, я думаю, что мы должны были избегать Расфрей. Если мы потеряем боевую мощь, наши шансы были все уничтожены и возрастут, даже если мы узнаем, кто эти монстры. Как ты и говорил, в желании других приносит пользу всем нам. Тоже заработать вместе, чтобы найти этих монстров. Я рада, что ты это понимаешь. Приветик, мисс Нэйл, и я только что говорили о трупе в поезде. Видимо, что я только одно оружие, один навык, но, возможно, кто-то применился навык оружия. Если мы хотим найти человека, преиспользовавшего нити, нам придется проверить навыки и оружие каждого. С врагами среди нас мы не можем быть уверены, что все будут честны с нами. Это то, о чем мы и выговорили. Как ты узнала? Я довольно умна, а вас, мисс Нэйл, может быть, больше общего, чем вы думаете. Надеюсь, самое главное вообще, что мы обе ведьмы. Здесь также два монстра, а также знание того, что кто-то не использует нити, не снимает с него подозрения. И даже предположение, мне что, кто использует нити монстр, может быть неверным, да? Ты читаешь мои мысли? Как будто я уже все это слышал. Так, ну и что теперь? А мы можем еще сходить на перрон. Наверное, заканчивать уже, в принципе. Неплохая серия вышла такая. Довели это до кульминации, разрядились, перезарядили. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Так, ладно, что-то я увлекся. Блин, раньше это дело. Сезокол решили, что три раза в обращении с оружием. Он такой мерзавец. Блин, она мне не нравится. Она какая-то подозрительная, самая подозрительная из женской части каста. Вот не знает, прямо аж зубы сводит от ее милости. Вот этот мужик, он вообще всех попускает. Так что он, скорее всего, положительней, чем кажется. Лайкл, конечно, интересно, не на Вангард. Что дальше? Бьет, значит, любит? Прости, чуть-чуть-чуть-фу. Нет-нет-нет, ни в коем случае. Это Санцеши Цухач немного отличается от оригинала. Он, кстати, у нас единственного оставался без алиби размышлений хвас. Настоящая нога намного больше. Я часто бываю на ней, так как она ближе всего к художественному музею Шики. И не особо интересует искусство. Но я сразу понял, что ты выдал. Да, я так и думал. Он сразу нас раскусил. Блин, ну просто посмотрите на эту царевну. Как он красиво разлегся. Как же ему хорошо. Как же он чилит. Как же ему вообще не до плебса, который что-то там пытается делать. Ладно, давайте как-то подытожим. Давайте надо какую-нибудь сценочку увидеть идти завершить. Но я со всеми познакомился. Что, может, давайте сходим и закончим. Теперь давай провязать северный коридор. Умри, умри, умри. Так, это кто это? Что такое? Что за пропаганда? осуждаю. Что это было? Что? Я не хочу умирать, блин, из зала посылая сигналы из космоса. Не даром у него такой звездный, звездный такой астрономический дизайн. Хотя, может, это мысли Азумана. Хорошо, я сражусь вместо тебя Аперфа позвать. Смешен, смешок? А, смешок, может? А что с переводом? Что с редакторией? Даже ничего не спросишь, да? Я признателен за это. А может, какой-нибудь геймплей будет? Из внешней ретло битв с глазиком, на сегодня я заменяю его. Стояние на пути и обидеть тебя тоже. Я хотел увидеть, как ты пытаешься. Я сильнее, чем выгляжу. Блин, даже топор не достали, чисто ногой попустили. Даже руками не стали трогать, чтобы не зашкариться. Стоп, что? Я думал, он намного сильнее. Извини. Господи, что за попущение произошло? В принципе, невидительно, что перф тоже смог ее легко одолеть, хотя он же супермаг. Похоже на бессознанья. Ну, думаю, не могу из тебя бросить. Пойду-ка я в кафе за перфом. Хорошая идея. Ладно. Глассикова по-джентльменски уступила даме место у нас на плече. Азу, что случилось? Она полна гласик, а когда вытаслить отпор, я перестаралась. Но тебя побеспокоило? Мне очень жаль. Я заметил жажду битвы, но не думал, что она так не заставит агрессивной рации, что он снова вернулся в режим Милаша. Точнее, еще не вышел из него. Ленин перв мне кажется, на самом деле, крайне опасен. Станет агрессивной. Я скажу ей, чтобы она больше с тобой не дралась. Хорошо, спасибо. Тогда я просто ставлю ее на этом диване. Ну вот, как-то так думаю, на этом закончим. Азаман, как же без сознания. Сожалею об этом. Я скажу, азов, вести себя хорошо. Чисто с какой-то нашкодившей собачонкой, ну ладно. Вот такая вот серия. Ну, получается, теории-то подтвердились. Самое время написать новых, так что буду с нетерпением сжать ваши комментариев. На самом деле, вообще, чтение ваших комментариев что-то в последнее время одна из самых приятных частей дня. То есть, когда просыпаюсь, сразу написали, что не написали. Вот. Всем спасибо за просмотр, я надеюсь, что вам понравилось. С вами был Вангард, и до новых встреч, друзья, до новых встреч в следующих сериях. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова